Продолжение следует... 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 А я думаю, что когда это появится, тогда мы этой инициативе и об этом не сказано приступим. А сейчас еще один раз крикнуть в Господь, что мы за русскую калининскую дружбу... Калинин. Да, калинин заложить на открытую... Вынуть из запаса. В банк. Заложить в банк. В итоге мы пришли к тому, что пока не имеем такой возможности и подряд. Может, с теми с теми с теми. Есть еще одно предложение, которое касается всех. Только предложение. Вот поскольку у нас все фиксируется, и речи, и слова, и выступления тоже фиксируются, то можно, если бы он смог поддержать, то мы могли бы это и сдать. Мне кажется, что это был очень интересный, именно живой разговор, не заготовленные тексты, которых не было, а вот вся полемика со всеми ее инициативами. То есть если вы не прочитываете... Российский Сенат опрозбал. Господин Шевгерович, передать им свои последние фразы, а скромные написаны... Очень интересный русский ком één книжки. – Я уже не прочитываю. – В�ちゃ. – Он скажет… – В Украину… – Украинская? – То есть… – Украинская. – Если нет, то есть Марклевская. – Украинская. – Украинская. – Украинская. – Украинская, tää украинская, вы she's in. – Украинская. В общем, ему все говорят, а он со всем цизизмом продолжает. У меня аналогии недостаточно. Я прошу прощения, давайте мы на эту тему поговорим после. А как мы все здесь будем продвигаться? Значит, у меня больше вопросов нет. Остается решение. Мы будем назначать время чек? Прекрасить чек? Или нет? 13 часов. Чек? Час, наверное. Ну да, предварительно было 14 часов. Давайте определимся. Чтобы не было того, что хочу быть в стороне, но не помню. А нужно искусство еще в каком-то. Нет, 14. 14. 14. 14 часов предлагается. И 13. Вот. Господин. Че пасет. Мы все-таки планировали сегодня. У нас есть 3 машины, минимум. Это 12. Три водителя с наших участников. И еще 12 человек съездить на Змеевой валы. И может быть там, если плохой ресторанчик, можно пообедать азербайджанский. Можно будет пообедать азербайджанский ресторанчик. Да, с Азербайджанский ресторанчик. Поэтому, все зависит от того, когда вы уезжаете. Потому что наши часа 3 понадобятся для того, чтобы мы вместе с чеком покататься. Может быть, до часу. Ага. Пойдет в час. Два-три начальника звучало, если компромиссная. 13.30. Да, да. А то в конце там. Да. 13.30. Это глубоко просто. Да. Концер. Да. Пройдет. Значит, я прекращаю свой степень. Прошу апператоров продолжить. Прошу апператоров продолжить. Прошу апператоров продолжить. Господа, разрешите ответственность организаторскими способностями. Я хочу лень, которые не прозвучали вчера лично. Вчера было потом виноват, а сегодня что делать? И поэтому давайте послушаем людей, которые уважно сидели, записывали. Кое-кто, значит, нам и журнал продолжали. Я думаю, что если Акран Премович что-то вам скажет, то мы будем очень с удовольствием. Особой честь не имею. Правильская сторона. Сообщить вам, о чем вы должны думать. Вот так вот я назвал свое выступление, поскольку все то, что прозвучало, например, вчера, и если это, допустим, синограмма попадает в мою газету, то я как редактор там очень много сокращаю, и в свет выходит полторы-две странички. Мы вчера, по-моему, даже не выясняли причины, мы как-то очень говорил каждый о своем, озабоченном. Что-то было интересно, безусловно, но не играет на главную тему, ради которой мы здесь собрались. Тема заключается в том, что, вот, посмотрите, информационное пространство в России, которое, на мой взгляд, на сегодня абсолютно избежено. Оно наполнено какими-то материалами, в частности, про Украину, совершенно страшно, их читать невозможно. Это какие-то потоки, ну, издевки, усмешки, лжи и все прочее. То есть мы, да, раньше мы говорили о том, что это власть провоцирует такие выступления, в частности, и, условно, власть имела деньги, чтобы платить за такие материалы, и она это делала исправно, для того, чтобы, как бы, себя чувствовать легче в этой волне раздоры между народами. Но на сегодняшний день я заметил, что сами журналисты у них здесь очень хорошо. И дело в том, что вот эта ложь, она начинает проникать в сознание людей, и это достаточно уже очень сложно, достаточно трагично. Плюс ко всему, вот эти все, эта ложь начинает проникать и в учебники истории. Если вы возьмете книги по истории, учебники по истории в школах, то мы уже видим, что, как бы, народ разделяется абсолютно четко, и это тоже тревожный сигнал. Поэтому вот нам сегодня надо, как бы, говорить о том, что, как бы, играть на соединение. Соединение, которое, мне кажется, стратегически важно и России, и Украине. Мне кажется, что России больше, России больше утверждается в Украине, чем в Украине в России. Поскольку Россия, это все-таки, если она хочет оставаться каким-то мировым стратегическим центром, то ей нужно, конечно же, иметь такого союзника, как в Украине. И поэтому этот вопрос, как бы, дружбы, это взаимодействие и партнерство, мне кажется, это один из самых главных вопросов, в котором вы говорите. В общем-то, дружба становится способом, мы желаем другого. А с точки зрения, как бы, я опять повторю, как бы, журналистов, сидящих там в Москве, где-то информационный вариант, я себе представляю такое. И мне кажется, что вот в этой ситуации Украина имеет, как бы, главная задача Украины, которая имеет сегодня более чисто информационное поле, помочь России, понимаете, вот пойти, сделать шаг навстречу, как бы, вот я так разумею, как бы, помочь ей. Потому что в России нет информационного поля, и, как бы, государственное влияние на личность, оно монополизировано. И вот здесь Федя очень правильно отметил, что у нас кризис, он предоставил возможность обществу вздохнуть. Вот это состояние вздоха, которое на сегодняшний момент есть, оно должно быть в нами эффективно использовано. Поэтому, как бы, вы должны подумать о том, как эффективно используется вот эта ситуация, когда власть потеряла свой главный ресурс – деньги, и она стоит на пороге того, что она должна измениться и не идти. Да, вот она, вот у нее наступил какой-то предел. Мы сейчас говорим о том, что в России наступил кризис именно власти, потому что это кризис не экономический, это кризис политический, потому что экономика остановилась, потому что такова власть. То есть сменить экономическую ситуацию можно только, если не власть. Ну, как бы, вот способ сменения этой власти является, как бы, нашей главной какой-то задачей, но, опять же, сменив власть, мы можем получить опять такие же отношения между Украиной и Россией. Понимаете, потому что мы все время уходим куда-то в историю, ищем такие, да, это у нас мы сейчас должны думать больше о будущем, чем о прошлом. Мы очень много говорили о Голдоморе, понимаете, мы превращаем его, вот, фактор боли мы превращаем в политический фактор. Мне кажется, это не совсем правильно. Голдомор, конечно же, это самая, как бы, печальная страница, это страница с кольди. Вот ее надо помнить и, как бы, ее не повторять. Говорить о том, кто ответственный за нее, я думаю, что это, в общем-то, уже, как бы, юрисдикция России здесь, да, вот, потому что, на мой взгляд, некорректно говорить о том, что в войне победили русские, а в Будапешт пошли уже коммунисты, в космос полетели русские, а в Голдомор устроили коммунисты. Здесь, в общем-то, какая-то нравственная ответственность народа должна быть в каком мире, я не знаю. Это, да, это, как бы, требует какого-то осмысления, отчудения, но не припоталкивании со стороны, понимаете. Здесь, как бы, всякое, как только мы переводим вот эту боль в политическую форму, сразу возникают совершенно другие чувства, нечеловеческие, да. Ну, в принципе, вот, вот что я, как бы, что хотел бы услышать от вас. Что, как это, вот, вы видите предложение по сайту, мне кажется, ситуация с сайтом, она на сегодняшний день не совсем точна, потому что сайт – это долгосрочная программа действий, а времени уже нет, да, у нас время слишком длинно, раскрутка сайта, и, как бы, это, она длительная, это длительное мероприятие, мы пока завлечем читателя на этот сайт, и пока будем ловить государство свое на лжи, которое лжет уже постоянно, мы просто не успеем. Здесь надо нужны, мне кажется, какие-то, придумать более изобретательные, более эффективные пути взаимодействия. Мы должны использовать любые площадки, которые на сегодняшний момент есть. Почему мы должны лишаться каких-то площадок, которые уже посещают люди, какие-то информационные ресурсы, не используются для этой самой нормальной и вполне... — Ты пишешь только сайты? — А? — Я предложил сайты еще плюс. — Плюс? Нет, я делаю... — Это, да, да, да. — Да, да, нет, я просто... — Я говорю, что я не отрицаю, я говорю, что он-то есть. Это так же, как книга. Книга, она выйдет, все нормально, но это... Вы поймите, мы сегодня же, и еще одно, как бы, одно из преступлений власти в России, оно заключается в тотальном оглуплении народа, да. На сегодняшний момент нечтение становится работой для населения. Сегодня интеллектуальная нагрузка для народа слишком страшна. Поэтому он привык, как бы, к уровню дома-два, да, вот эта улица, вот этот дом, куда мы приехали. Поэтому нам надо действовать, вот надо придумывать, опять же, какие-то новые способы воздействия на умы людей. Я думаю, что у нас, поскольку через одно лом, то есть уже и печатные издания, которые... Всем пунктам сейчас буду вам рассказывать свои впечатления, объяснения и представления. Но я никому не буду говорить о том, кто чего должен делать, потому что у нас здесь каждый сам решает, делать или не делать, и что и каким образом. Я начну с конца. Да, вот вы, значит, уже предлагали сайт, и давайте еще что-нибудь. Ну, конечно, я думаю, от сайта отказываться не надо, тем более, что нам, вроде бы, как вы обещали, финансирование, и мы его, естественно, будем запускать. Нет проблем. Ну, есть такая простая, известная, совершенно бесплатная, не требующая финансов никаких, форма, как закрытая рассылка. У нас такая закрытая рассылка уже, уже сейчас функционирует, в нескольком месяце. В этой рассылке принимают участие пятеро украинцев и пятеро россиян. И четверо из них, двое россиян и двое украинцев, присутствуют и участвуют в этой встрече. Так и говорят. Да? Да. Мне было бы приятнее слушать пять миллионов россиян. Да. Меня вопрос ко всему присутствует. Кто хочет присоединиться, вот список участников встречи. Напишите свой электронный адрес у своего, напротив, своей фамилии. И все, вы будете получать все материалы. Да, и если захотите принимать участие. Нет вопросов. Адельшак просто получил. А просто мы издадим книжку, сами ее прочтем, друг другу разошлем, и друг другу убедим необходимость друг друга пройти в нужды. Это очень важный момент. Но хотелось... Я пытаюсь понять, где мы прорвем этот буквольный... Вот так как... Нет, я так понимаю, что... Нет, я не ссорный сразу. Нет. Я так понял, что он предлагает, скажем, свою газету, да? Извини, как только не поможет. Я сейчас не газету, я сейчас свободную жилетелю. Да, нет, так. Если ты не предлагаешь, как новую газету, значит... Нет, почему? Ее можно использовать, я говорю, надо использовать, я пересушу прощения. Вот я запускаю этот список. Желающие вписывают сюда электронный свой адрес, либо визитку с адресом ее, пожалуйста. Нет вопросов. По форме этот список называется поведомление для мэрика. Ну вот, нет. Да, нет, нет. Да. А теперь к первому вопросу. Я думаю, что предложение, это предложение, видимо, самого Игоря Борисовича. Первый вопрос. Да. Первый вопрос, обрабулирован о том, чтобы каждый человек сказал, зачем он сюда пришел. Почему? Зачем принял участие? Видимо, это хороший способ каким-то образом более гуманизировать, очеловечить наши отношения. Потому что если идет разговор только о предмете каком-то, ну это вроде как научная конференция. А когда мы говорим о своей личной причастности и так далее, и мотивируем это, это показывает, что за люди здесь собрались. Так вот, я воспользуюсь этим предложением и несколько слов на этот счет сообщу, поскольку это все касается, все это касается непрерывно российско-украинских отношений. Значит, я хочу сказать, что вот я, например, родился и вырос в городе Ворово, Донецкой области. Семья у меня, я вырос в семье русскоязычной. У меня родной язык русский. Я закончил Ростовский государственный университет, факультет филологический. Но перед этим я еще успел пять лет проработать на шахте после технику. Таким образом, я после окончания университета работал в прессе, писал, думал, говорил и писал по-русски и для, я бы сказал, для совет, для советского народа, ну, советская власть, да, по-русски. Значит, по классификации нашего участника я, в общем-то, да, получается русский человек. Ну, так вот, Дамьян, ты? Да, мертвозный из репризмаков. Нет, советский человек, Александр. Вы не слышали, наверное, кафосором, да господи. Ну и вот, значит, вырос я вот таким вот русским человеком, ну, русско-культурно. Немножко я знал, ну, мы же жили на Украине, знали, что, ну, вот есть там немножко, что какая-то история украинская, что-то из авторов украинских, ну, это было вроде как факультативно. Потом я обратил внимание, что вот мой дедушка говорит мне на русском, оказывается, на украинском. Я спрашивал родителей, в чем дело, а мне, ты с ней, да, понимаешь, вот в селе жили, да, вот в селе, то украинские говорили, а мы живем в городе, в городе по-руссу. Ну, ребенок как воспринимает действительность? Ему объяснили, что вот так, ну, это должно быть так, оно и не надо, и все, дальше, так и все. Процесс пошел дальше. Лет через 10, или, ну, да, приблизительно так, я узнал, а почему же, собственно говоря, мой дедушка с семи лет, с бабушкой и с семи детьми из села вдруг уехали? Ну, понятно, оказывается, это был 31-й год, понятно, почему уехали. Дальше возникает ситуация такая. Начинается, Украина получает независимость, и власть украинская пытается что-то сделать, что-то украинизации. На тот момент Украина была, ну, почти полностью русифицирована. Ну, скажем так, в 91-м году. Все городское население, за исключением запаса... Это 57 процентов, по-руссу, по-руссу. Я прошу прощения, вы уточните со ссылками, я сейчас расскажу о своих впечатлениях. Ну, это ощущение, значит, все городское население в Украине, за исключением западных областей, ну, Закарпатия, условно, говорила на русском языке. И, естественно, когда... Что такое язык для нации и для государства, я думаю, здесь объяснять не надо, здесь все люди грамотные. И когда государство стало пытаться что-то тут делать, оно использовало, естественно, государственные машины. Государственная машина у нас была и сейчас остается, наверное, одной из лучших в Европе. По крайней мере, я думаю, она хуже, чем в России. И, естественно, она все... Мечтать. Вам подарить машину? Нет, 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 возьмите слишком хорошо. Я вчера пытался рассказать, что все не так хорошо. Так мы же встречаемся для того, чтобы рассказать о своих впечатлениях. Я так понимаю. И я поэтому, я очень хорошо понимаю тех русских, которые приехали в Украину в свое время, особенно еще во времена советской власти. Они приехали, ну, в Советский Союз, да, тут все по-русски, они по-русски, все нормально. А потом, в 89-м году, еще при советской власти, Барковна Рада Украина принимает закон об Украинском Союзе. В 89-м году, оказывается, в Украине надо украинский изучать. Если ты живешь в Украине, так давай, поизучай. Опять же, нет, ну, опять же, это, я хочу сказать, это громадная тема и, видимо, многолетняя. И я сейчас ее освещать не буду, я предлагаю эту тему заложить в наш тему для разработки в будущем наших общин. Она сама по себе настолько большая, что об этом сейчас нет. Вот это вот первое мое предложение, конкретное, о наших российско-украинских или украинско-российских отношениях. Ну, я хочу сказать, что тот факт, что я украинец на самом деле, я почувствовал очень отчетливо в середине 90-х годов, уже после получения независимости, обретения независимости в Украине. И в результате чего? В результате того, что несколько раз съездил в Москву на разные встречи и мероприятия в рамках конфедерации обществ потребителей. Я на тот момент издавал и редактировал еженедельно потребителей здесь, в Киеве. И, соответственно, мы общались с российскими друзьями. Я вам скажу, что примерно половина русских, с которыми я там общался, демонстрировали, демонстрировали вполне определенно, вот как минимум покровительственное отношение ко мне, как к человеку, только потому, что я украинец, и я приехал с Украины, из независимой Украины. И когда только вдруг кто-то говорил о независимости Украины, большинство моих знакомых, ну вот в этом кругу, не скрывали своего раздражения. Ну чего вы, собственно говоря, от нас отделяетесь, отделяетесь? Мы же хорошие, мы же, так сказать, один народ. Короче говоря, мне дали понять, что мы таки не один народ. И выходит интересная такая дуальность. С одной стороны, часть русских и россиян, и, например, тот же Бортко, режиссер фильма Тараса Буев, приезжает, значит, сделал фильм, приезжает его презентовать в Киеве и говорит, в общем-то у нас не два народа, у нас народ один. Просто мы живем в разных государствах. Это вот совершенно официально, вот такая и неопозития. Такая и неопозития. Есть серная Корея, есть южная, есть западная Россия. Да, да. Так он так и сравнивает, что это отличие от таких, как Северсибирск, там Губань, в Новосибирске. И я понимаю, что при таком взгляде на предмет, все остальное происходит автоматически. Я думаю, здесь все грамотные, понимают, что, как говорится, логическое производное от этой позиции, от этой диспозиции. Я не знаю, какая часть русских, россиян, занимает такую позицию. Я не знаю, но я знаю, что много, к сожалению, много. Я это своего личного вопроса, это никакая не социальность. Никакой у меня на этот счет вопросов нет. Значит, поэтому я считаю, что вот тема отношения русских или россиян, это вот тут уже надо уточнить, к Украине и к украинцам после 91-го года, это тоже громадная, большая тема, которую я предлагаю отложить тоже для детального, спокойного изучения, информирования, рассмотрения, анализа и так далее. Потому что она фактически решается какими-то наскоками, фрагментами. Одними чаши, другими возражаются. Нет у нас целостной концепции рассмотрения. К сожалению, ее не существует. И, соответственно, ну, то тут задают крайние. И справа, и слева. То есть, допустим, крайние националисты российские и украинские. Ну, ругаются там, ну и что? Давайте изучаем этот вопрос. Вот в этом отношении как раз господин Шендерович очень четко, мне кажется, обозначил. Давайте разделим вот сайт для таких нормальных людей. Вот этих вот всяких Шендеров, как говорится, не будем туда пускать. Будем общаться. Поэтому вот вторая тема для такого дальнейшего обсуждения. Ну и, наконец, я приведу к своему чисто профессиональному вопросу, поскольку я журналист. А у нас отображение в повестке дня, да, образ соседней страны в национальных средствах массовой информации. Так у нас поговорили, да? Можно чуть-чуть, вы извините, я вот перед вами, Дмитрий Иванович, что мне кажется, если у нас будет какая-то череда на налогах, то полчаса. Я вот довольна, довольна, довольна. Я просто делаю в том, что, Александр, промолчал весь червь вчера. Я извинился именно потому, чтобы это не восприняли, как желание прервать. Я просто по порядку дальнейшему. Что все остальные, я не знаю, что все остальные, я не знаю, что все остальные, я не знаю, что такое, ну, то есть, разговор, вот что, о чем я говорю, хотел сказать. А не в череда на налогах. То есть это ваш призыв при будущем выступании? Материй не имеет, а право на исходе. Я понимаю, что от Магарова, как говорится, человек начинает засыпать или... Нет, 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 нет. Но для того, чтобы нам общаться, нужно получить какую-то информацию, в том числе не только статистическую и социологическую, а чисто эмоциональную, личную. Я же так понимаю, наша встреча, мы собрались, чтобы посмотреть, не только перечиской заниматься, так, заучкой. Так вот, что касается средств массовой информации. И образ, скажем так, образ России и русских, и россиян, а в национальных средствах массовой информации. Украины, да? Я думаю, что украинская сторона очень хорошо себе представляет украинские средства массовой информации. А что касается российской стороны, я думаю, ну, мало кто, ну, меньшинство, скорее всего, из присутствующих, и вообще, тем более, из других, представляет себе, что такое украинские средства массовой информации. Ну вот, вчера мы получили каждый по экземпляру газеты «День», да? Да. Те, кто успел не посмотреть, обратили, может быть, внимание, газета «День» на русском языке. Есть украинский вариант, но в данном случае гостям прецедуровали русский. Тот, кто смотрел телепрограмму, которую в этом же шнобе напечатал, мог увидеть, что у нас, ну, по крайней мере, в той телепрограмме, которая напечатана, три российских канала в чистом виде присутствуют в нашем... Да, вчера я посмотрел. А, ну, то, что вы смотрели... Я же не знаю, какие каналы вы смотрели, сколько в этом пакете было и так далее. Я просто хочу сказать, что три главных, самых главных заборных российских канала у нас, в нашем пространстве. Чисто российские. А теперь я скажу, что еще... Ведь больше половины всех остальных каналов, которые, вроде бы, как украинские, на самом деле они дают российскую информацию. Значит, это... Значит, это... Это раз. Второе. Значит, что касается... Для печатных средств массовой информации. Я предлагал нашим гостям подойти к любому газетному киоску, посмотреть ассортимент, ну, и... Не знаю, воспользовались вы этим предложением или нет, у вас еще есть время, можете подойти и посмотреть. И вы увидите, что в столице Украины... Александр Васильевич, разрешите даже как организатору напомнить, что нам остается... Спасибо. Спасибо. Да. В столице Украины... Печатных средств массовой информации примерно 70-80% на русском языке. Ну, то, что они на русском языке, само по себе ни о чем не говорили. На русском языке можно печатать все, что хочешь. Так же, как и на украинском. Но... Я с самого начала говорил о том, что значит язык для нации и для государства. Язык это культура, это история, это мировоззрение, это все. Это нация. В конечном счете. Спасибо. Спасибо, да? Все. Два слова еще, извините. Я сказал, что вот то, что на русском языке, это ладно. Но у нас же труд в Украине, известие в Украине, комсомольская правда в Украине, московский комсомолец в Украине, это просто чисто российские газеты у нас здесь выпускаются, ну, вроде бы, как они украинские. Вот, пожалуйста, их можно в любой момент, в любом киевске приобрести, считай. Поэтому тут возникает вопрос, что такое национальные средства вашей информации для Украины? Александр Васильевич, спасибо. Я еще попрошу терпения, потому что замыкается цикл, кольцо. И замыкается на вот важном моменте, который Александр Васильевич поднял, это пресса, это российская пресса, которая в Украине, или украинская пресса, которой нет в России. Но у нас есть интернациональные представители, интернациональный пресс. Юрий Станиславович представляет, как я понял, журнал «Посел». Может быть, этот журнал нам поможет как раз объединить украинскую прессу и российскую в одном издании. Пожалуйста, Юрий. В данном случае я выступаю как главный редактор этого славного журнала. Не очень давно, два с половиной года я являюсь главным редактором. А журнал-то, вот выходит, как мы пишем, год издания 64-й. Поздней осенью 1945 года война уже закончилась. Мэнфигов, лагерь беженцев из Советского Союза, американская зона оккупации Германии. Изначально просто информационный бюллетень. Куда вообще пойти, чтобы не подвергнуться репатриации со всеми вытекающими отсюда последствиями? Как сориентироваться в этот мир? Первые три года Соединенные Штаты, Великобритания, дядя Джо, это все полная любовь, поэтому у него и политики. Ну, начиная с 1948 года, это становится общественно-политическим изданием, пока газета, с 1968 года журнал. Естественно, что доставлять его союз, Советский Социалистический Республик, было не просто. Ну, например, матросы, которые ходили в зарубежные порты. Замполит говорит, ни в коем случае, вот вы выйдете в увольнительную, вам обязательно пристанут эти НТС-овцы ужасные, будут давать вам свои издания. Ни в коем случае не ходить. Из увольнительной возвращаются, идут по мостику, один матрос идет, так размахивает, замполит, стоит, что это у тебя? Да тут мне что-то дали такое, я даже не знаю. Я же вам говорил, идиот, чтобы не... Говорят, ой, какой кошмар, бросать за борт. А у самого, значит, под крыжаком несколько десятков экземпляров. Вот так, соответственно, посев проникал сюда. Но случилось в 91-м году то, что случилось к нашей радости. И, соответственно, уже как только это стало возможным, уже февральский номер за 92-й год вышел в Москве. И все 17 лет мы выходим здесь. Ну, конечно, многие считают, что посев это то, что осталось в тех временах, в 80-х, 70-х, 60-х годах и раньше. Может быть, именно поэтому нас до сих пор и не закрыли. Вот, все 17 лет мы существуем. Тираж 3 тысячи, полторы из них уходят зарубежным подписчикам. Западная Европа, Штаты, Израиль, Канада, Австралия, Украина, безусловно. Значит, по поводу Украины было письмо одной подписчице. Вот, ежемесячник, да, 12-й миров в год. Вот два не дошли. Вот четвертый и седьмой. А не было ли там статей по поводу Украины? Причина, почему не дошли? Я посмотрю, были. Ничего антиукраинского там нет. Просто статьи про Украину. Но тем не менее, мы обратили внимание на этот факт. Вы говорите, что не дадут. Кто одного дадут, мы не знаем. Не дошли и все. Я вам гарантирую, что поток российской почты не контролируется. Это однозначно. Но не всегда. Но мир не бездобрый, людей. Вы просто ли, ты думал. Во всяком случае, в году приблизительно в 57-м. Ваши сотрудники редакции взяли? В году приблизительно в 57-м. Когда у нас еще не было офиса на Плюршайдерек-15, в Руссенхайде под Франкфуртом, мы снимали, взорвалась бомбочка, маленькая такая. Но тем не менее, жертв не было. И разрушение-то, в общем, не бей лежащего. Но все окрестные немцы получили подметное письмо, что если вы не избавитесь от этого посева, который у вас тут пристрял, то взрыв будет еще один. Но калибр будет уже другой. И после этого уже ни один немец нам еще не сдал. Пришлось строить собственный офис. Так что это, так сказать, в дальнейшем закинуть вещи. Ну, в общем, что? Несмотря на то, что номера журнала с украинскими статьями не всегда легко доходят до подписчиков Украины, тем не менее, в ущерб себе скажу. Здесь можно печататься. Вот это то издание, одно из немногих печатных изданий современной Российской Федерации, которое берет то, чего не берут другие. Это обычная совершенно ситуация. Человек приходит, я был там, 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 там. Везде отказали, везде боятся, не хотят, не могут. А мы берем. Речь идет, естественно, не о качестве. В конце концов, у нас все, корректор, редактор, все есть. Именно содержательные. То есть мы ту же миссию продолжаем, что она была и до трестойки, там, до 2008 года приблизительно. Казалось бы, что эта ситуация ушла в 90-е, но в 2000-е она возвращается. То есть есть средства массовой информации, которые берут то, и не берут то, что они будут. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Я еще хочу обратить внимание, коллеги, на то, что здесь среди нас присутствует господин Дроздов Александр Алексеевич, исполнительный директор фонда первого президента России Борисович Николаевич Ельцин. И поскольку господин Шаловкова Дня и вчера рассказал о том, какое мудрое решение принял Ельцин, тогда сохранил хорошее отношение, я скажу, что я знаю факт еще второго мудрого решения, которое принял господин Ельцин. Это когда отдельные мои коллеги, в кавычках Крыму, в 1994 году начали завозить с Турции оружие, а в Турцию наркотики, чтобы инспирировать некоторые действия, то именно Ельцин прекратил эти безобразия и сказал, прекратите провокацию против Украины. Поэтому я с удовольствием прошу вас. Один из пятерки самых крупных, что мы никогда специально не афишировали, поскольку в политике фонда отсутствует ориентация на такой нарочитый публичник. Вы можете посмотреть пристально, чем мы заняты. Это откройте сайт www.eltsin.ru. Ельцин набирается через Y и LTS. Там все, в общем, я думаю, что и в режиме сегодняшнего дня, поскольку дел много и постоянно что-то происходит. Мы себя рассматриваем прежде всего как инструмент, то есть мы не политологи, не историки, и видим себя исключительно как прикладной инструмент как раз для тех, кто является и политологи, и историками, и политиками, и исследователями. Когда возникла идея и нас пригласили к участию в такого рода мероприятия, в держателе, конечно же, мы немедленно откликнулись, во-первых, потому что мы уже имеем опыт работы на Украине довольно давно, там ничего сложного, это вам все знакомо, это пересылка учебников школьных, специальная литература из-за высших учебных заведений, в должной литературе, какая-то адресная помощь тем, кто нуждается в наших услугах. Но не только потому, что это некая инерция работы с Украиной, конечно, понимание, что сегодня в приоритетах Российской Федерации во внешней политике, с нашей точки зрения нет ничего более важного, чем отношение с Украиной как субъектом международного права. Ну, кроме того, мы разделяем ответственность как инструмент, как институт очень слабого гражданского общества или несуществующего, как говорит Илья Николаевич Банасьев, гражданского общества. Я, кстати, почти целиком разделяю его оценки того, в каком состоянии находится сегодня наше отечество. Ну, тем не менее, общество, допустим, гражданское не существует, но ответственность людей образованных, да, интеллигентных, так сказать, знающих и этим знанием обремененных за то, что происходило и происходит не только в отношениях с Украиной, а на всем постсоюзском пространстве, в отношениях между Россией и бывшими партнерами по Союзу, нас не может не беспокоить, поскольку я считаю, что именно интеллигенция, именно интеллектуалы несут ответственность за деструкцию, за деформацию международных отношений, потому что вчера мы услышали очень любопытные сведения, результаты социологических опросов, но мы прекрасно понимаем, что чуть-чуть только стоит вот этот гетероген, да, это в телевизоре, да, чуть-чуть подкрутить, и все станет на свои места, потому что на бытовом уровне, и об этом вчера тоже много говорили, и, думаю, сегодня бесполезно, бессмысленно, так сказать, продолжать, ну, как бы нет зоологического, так сказать, антропологического антагонизма, здесь все нормально, но именно те, кто вовлечен в создание смысла, да, и в интерпретацию, так сказать, в реальную политику, несут ответственность за искажение этих смыслов, да, и особенно в условиях кризиса это заметно, да, и у вас, и у нас, значит, началась какая-то истерика, все что-то продуцируют такое, значит, тянут, так сказать, общество в разные стороны, да, окончательно запутывая, да, но тем не менее на корневом уровне, как бы там жизнь, жизнь, жизнь продолжается, и мне кажется, наша задача и наша ответственность как раз заключается в том, чтобы, ну, хотя бы в пределах этой аудитории, да, взять на себя ответственность за то, чтобы эти смыслы не искажать. Я бы хотел, конечно, прежде всего, в практическом плане предложить, ну, во-первых, да, поддержать идею Виктора Шендеровича по поводу сайта, безусловно, только если это будет сделано, да, не откладывая, вот буквально сегодня договориться о том, как мы пойдем по шагам, при этом, естественно, наш фонд готов в качестве ресурса выступать, так же, как, кстати, о чем говорил директор института, наш хозяин, господин Попович, да, и фонд Сороса. Мы, в общем, контактируем с разными организациями, в том числе и с этим за рубежом, но более того, некоторые проекты, которые фонд Сороса в России был вынужден остановить и потерял, мы, в общем-то, подхватили. Вот здесь нет абсолютно никаких проблем. И в то же время, вот помимо сайта, я бы хотел, конечно же, вот предложить все-таки сохранить формат живых встреч и, может быть, расширить их, вот, и не потерять то, что мы приобрели вот за эти два дня. С нашей стороны только одно предложение, значит, создавая сайт и вот встречаясь, не теряя объективности, беспристрастности, если угодно, там, жесткости, вот, в отношении друг к другу, в борьбе с мифотворчеством, да, с искажениями, так сказать, с извращениями и с враньем, вот, мне кажется, бессмысленно делить Гоголя, раскладывать его на молекулы, да, там, значит, по поводу голодомура, за этим столом биться тоже, наверное, нет смысла, вот, как бы, есть общее понимание, что происходит, я это лично воспринимаю как естественное стремление Украины, украинское общество, как можно быстрее расстаться с советским прошлым, то, что нам никак, вот, не удается, да, это расставание со сталинизмом, и здесь, может быть, действительно вы будете каким-то, уже, в общем, здесь каким-то примером, да, ну, там, скажем, стоит, наверное, обсуждать такие, такие любопытные заходы о том, что Украина выиграла Вторую мировую войну, вот, это звучит иногда, ну, я не знаю, это доносится до нас, видимо, опять же, выскажение, я же, я же так не с потолка, да, 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 есть, есть и такое, да, смешивая, да, ну, вот, да, ну, ладно, в общем, знаете, цитирую, потому что глупости, как бы выхватываешь в интернете много, главное, я, друзья, я понимаю так, что мы, наверное, все понимаем, что есть куда отступать, за спиной есть некий общий рубеж, который я бы назвал, ну, я не знаю, по-научному как-то еще можно, общие либеральные ценности, это не очень сегодня популярно у нас, кстати говоря, спасибо большое Никите Сергеевичу Михалкову, долго я не знал, как себя называть, это очень красиво звучит, либерал-атлантист, ну, в общем, нормально, это может, с этим можно, значит, согласиться, да, а в квартале, у вас в квартале 95, кто-то очень тоже правильно сказал, мы, говорят, не восточные, мы не европейские, мы восточные европейские, тоже вариант, вот, ну, во всяком случае, значит, есть вот этот общий рубеж, если мы будем его держаться, я думаю, что вот эта попытка самоорганизации этой, так сказать, самодеятельности, она может стать хорошим примером того, что, ну, является, как бы, вот, практикой гражданского, гражданского общества. Вот.